Своего товарища, коллегу Ложенкова. Надеюсь, трансляция была вам интересна. Надеюсь, мы смогли ответить на какие-то ваши вопросы. Поздравляю еще раз победителя. Ребята, тренируйтесь, занимайтесь, готовьтесь к соревнованиям. И вы обязательно выйдете и победите даже на этой сцене, а потом и на других более серьезных соревнованиях. Всем привет, всем удачи. Спасибо, Вадим, что был с нами. Пока. Ну, а сейчас следующая категория – женский бодифитнес. Представление участниц. Небольшое такое дефиле. Радуюсь, что очень динамично проходят соревнования. Нет лишней какой-то волокиты, толкучки. Девочки презентуют себя, уходят, потом их сравнивают. И объявляют победительницу. Здесь сразу абсолютная категория. Рост спортсменок никак не учитывается. Ввиду того, что категория пока не такая популярная. Гончарова Татьяна, тоже российская спортсменка. Будем надеяться на то, что данная номинация будет развиваться. И в перспективе будет разделение на категории. Потому что, конечно, оценивать спортсменок разных по росту достаточно проблематично. И зачастую более подготовленный спортсмен из низкой ростовой категории выглядит блекло на фоне более высоких, но менее подготовленных спортсменов. Поэтому, конечно, сложно приходится девочкам. А вот девочка, которая, по нашему вчерашнему впечатлению, с Константином, лидер этой категории, номер 55. Очень надеемся, что именно она будет победительницей данной категории. Фискова Светлана из России. Очень проработанные ноги, очень изящная. Конечно, движениями своими она напоминает категорию бикини. Но выглядит она, конечно, очень шикарно, очень эффектно. Сам образ очень импонирует. Ну вот, гости из Белоруссии. Белевинская Татьяна. Эффектный такой разворот. Спасибо. Спасибо. Следующая компетент номер 123. Верзав Анжела, Германия. Следующая часть типа номер 123. Верзав Анжела, Германия. Ну вот и последняя участница финала этой категории. Спортсменка из Германии. Видимо, самая низкая девочка в этой категории будет. Очень такая хорошая, сбалансированная. Достаточно сухая. Детализированная. Посмотрим, как она будет смотреться в линейке с более высокими спортсменами, спортсменками. Конечно, девушкам очень сложно приходится при подборе купальников, потому что за время сушки грудь, конечно же, уменьшается, как и вся жировая прослойка в теле. И очень сложно угадать. А возможности в последние дни сшить купальник не у всех есть, потому что это достаточно долгий процесс, длительный. Девочки купальник заказывают гораздо ранее. Ну и вот мы видим шестерку лучших на данном турнире. Ну и мое мнение, что основная борьба развернется между спортсменкой из Германии и нашей девочкой, фисковой Светланы, номер 55. У нее есть ягодицы, что обычно не свойственно для данной категории. Достаточно широкая детальная спина и очень мощный бицепс бедра. Настолько он смотрится красиво. Вот действительно искусство. Но вот сейчас почему-то меняют местами и в центр ставят совсем не тех, на кого я подумал. Хотя нет, вот спортсменка из Германии в центре. Ушакова Юлия под номером 3 очень неплохо смотрится. Категории 100 плюс еще не было. Категория 100 плюс будет в самом конце. Напомню, что трансляция осуществляет проект сильные знания .рф. Комментатор Ложников Виталий. Недавно был Дмитрий Селиверстов. Также с нами здесь Константин Бубликов, который присоединится буквально через несколько минут. Интересно, конечно, как сложится судьба первых трех мест. Видимо, фаворитка в моем понимании не претендует на тройку, раз ее убрали в самую сторону. Но хотя бывает и так, что лучшего спортсмена просто отодвигают в сторону, чтобы сравнить тех, кто будет бороться за последующие места после первого. Я прошу всю категорию бодифитнес пригласить на сцену. На ломанс фигер. Ну что ж, дождались мы решения судей. Сейчас будут объявлены места, которые заняли данные спортсменки. Послушаем Дмитрия. Дмитрия. Номер 60. Беловинская Татьяна, Белоруссия. Шестое место. Беловинская Татьяна, Беларусь. Окей. Пятое место. Five plays. Шесто первого Ольга. Номер 2. Россия. Пятое место. Решением судей. Номер 2. Шесто первого Ольга. Four plays. Фискова Светлана. Номер 55. Россия. Четвертое место. Номер 55. Фискова Светлана. Россия. Бронз медал. Бочарова Татьяна. Россия. Россия. Номер 41. Номер 41. Бронзовая медаль. Второе место. Держав Анжела, Германия. Номер 123. Второе место. Держав Анжела, Германия. Номер 123. Номер 123. Номер 23. Ушакова Юлия. Россия. Ушакова Юлия. По номерам 3. Становится абсолютной победительницей. Ну вот и объявили победительницу. Ушакова Юлия. Опять же Россия. Пока все чемпионы представители России. Конечно, я немножко не угадал с прогнозом. Немка стала второй. Я так и думал, что она будет второй. Но почему-то надеялся, что Светлана будет первой под номером 55. Мне она очень понравилась. Ну, видимо, не так компетентен я в области судейства. И, видимо, более залитые формы в данной категории более приветствуются. Потому что Светлана, конечно, суше гораздо. И в повороте у нее даже ягодицы подсекаются. И очень отделяются бисепсы бедер. Плечи очень очерчены. Не знаю. Ну, пусть так. Но явно не четвертая. Можно было ее поставить, ну, третий хотя бы. Ну, судьям виднее в любом случае. Тем более, судейские коллеги – это судьи международной категории. И уж кому-кому, а к ним никаких претензий быть не должно. Ну, а свои личные симпатии я оставлю при себе. Радуюсь, что девушки все очень женственные. Приятно смотреть на них. Победительница, абсолютная чемпионка. Получает право стать профессиональной спортсменкой. Двукратная чемпионка мира. Среди женщин в этой номинации. Двукратная чемпионка. Среди юниорок. И представительница в Тюмени Наталья Проскульякова. Одна из тренеров, Юлия Ушаковой. Победительница. Сегодня получает денежный приз. Золотую медаль. И уважение от соперниц. Аплодисменты от зрителей. Я прошу вас. Давайте наградим русскую девушку Юлию Ушакову. Она получила право стать профессионалом. Соперница. Надеются, что Юлия воспользуется этим правом. Продолжение следует.